Так, после восьми долгих сезонов шоу, Элита выпустила свой финальный сезон на Netflix, завершив сериал, полный скандалов, перевернутых судеб, убийств и смертей, которые трудно представить происходящими в одном месте. После гибели Рауля сезон сосредоточился на группе выпускников, созданной в школе, и их влиянии не только на учеников, персонал, школу, но и на городские учреждения и местные власти. Учитывая важную смерть, давайте разберем финал шоу и обсудим все ключевые моменты. Вот объяснение концовки восьмого сезона Элиты. Предупреждаю, это видео содержит спойлеры. Объяснение концовки этот сезон был сосредоточен на нескольких аспектах. Первый. Смерть Рауля и власть Далмы над Кармен и Хлоей из-за видео с Кармен на крыше, откуда упал Рауль, а также о смерти Джоэла и кто виновен в убийстве. В финале мы узнали, что Ивана и Далму арестовали, их подставили выпускники Эмилия и Гектор. Тело Джоэла нашли мертвым, когда Гектор проснулся после прихода Эмилии. Чтобы скрыть это, они подбросили тело к Далме и Ивану. Тогда мы не знали, кто это сделал, но после освобождения Ивана и Далмы Гектор и Эмилия начали обвинять друг друга. Гектор винил Эмилию, думая, что она ревновала к его вниманию к Джоэлу. Но это было не так. А Эмилия считала, что Джоэла убил Гектор, потому что он был одержим им, и когда Джоэл не захотел быть с ним, это могло вызвать у него вспышку ярости. Помимо того, что эти двое были подозреваемыми, Эрика и Хлою также обвиняли их друзья, так как лезвие Эрика нашли на месте преступления. А он ранее угрожал Джоэлу, потому что тот шантажировал мать Хлои, чтобы присмотреть за Далмой и остаться в Испании, так как ему грозила депортация. Когда Иван обманом забрал телефон Хлои, группа увидела на нем видео, снятое в ночь убийства Джоэла, которое запечатлело настоящего убийцу. Казалось, что это был никто иной, как инспектор Луиза. Не буду врать, это было довольно неубедительное разоблачение. Я не ожидал, что это он, но в то же время мотив кажется слабоватым. Луиза убил Джоэла, потому что тот угрожал разрушить его жизнь, если он надавит на Иссадору. Луиза узнал обо всем, что творилось в люксах дома Айсидоры, и шантажировал ее, обещая молчать в обмен на услуги. Когда Джоэл пригрозил вовлечь выпускников, у Луизы появился мотив убить его и подставить Гектора, оставив их вместе. Группа разработала план, чтобы арестовать Луизу, и им это удалось. Амар выложил видео в сеть, которое увидела полиция, и Луизу арестовали, но пока его уводили, Айсидора незаметно убила его, отомстив за все, что он с ней сделал. Что касается школы, Лассенс и нас закрыли на время расследования из-за всех ужасных событий, произошедших там за годы. Амар возглавил это, считая, что школа не должна работать из-за коррупции и влияния богачей. С закрытием школы группе пришлось перейти в обычную школу для сдачи экзаменов. В финальной сцене мы увидели, насколько они отличались от всех в государственной школе. Это был полный контраст с Ласс-Энсеносом. Теперь они были аутсайдерами, а не популярными ребятами. Кроме того, мы видели, как Хлоя с матерью сбежали, потому что у Сары было видео, и она планировала сделать все, чтобы обвинить Кармен и добиться ее ареста за смерть Рауля. Это означало, что Хлое и Эрику пришлось расстаться. Что касается Эмилии и Гектора, их отпустили без обвинений, что показалось мне странным, учитывая, что они перемещали труп и пытались подставить кого-то. Но это же художественный вымысел. Они оба уезжали, их отношения наладились, и они планировали поехать в Милан. Закрытие школы, пожалуй, самый подходящий финал для шоу, ведь теперь оно точно не сможет вернуться. К тому же это означало, что все преступления и коррупцию наконец-то будут расследовать. Мой отзыв о финальном сезоне, этот сезон шоу был просто нормальным. Элит давно в упадке, и я думаю, его уже не спасти. Поэтому это, видимо, последний сезон. Честно говоря, смотреть было сумбурно, и темп повествования казался неудачным. Например, Джоэл метался между Гектором и Иваном, и я терялся, кто ему нравится в данный момент. Плюс, мне кажется, было слишком много интимных сцен просто ради них самих. Это было лишним просто для шока на экране. Из всех сюжетов история Амара была самой интересной. Он вызывал и сочувствие, и сопереживание одновременно. Он многое пережил и хотел измениться к лучшему. Убийство Джоэла было неожиданным, хотя нам и намекали в первой половине сезона. Но оно не произвело того эффекта, на который рассчитывали. Просто случилось, друзья погрустили, но не было той боли, которую ждешь при потере друга так. То, что убийцей оказалась Луиза, разочаровало. Были другие с более сильными мотивами в сериале. Думаю, я бы предпочел, чтобы убийцей была Амелия. В ней чувствовалась настоящая ревность и желание вернуть Гектора на свою сторону. Я знаю, что в детективах обычно убийцей оказывается тот, кого меньше всего подозреваешь. Но Луиза даже не была в моем списке подозреваемых, честно говоря. Поэтому я немного разочарован. Мне кажется, что шоу действительно пора было закончить. Оно хорошо продержалось восьмим сезонов, но если посмотреть на рейтинги серий за эти годы, они уже несколько сезонов не были высокими. Это, пожалуй, яркий пример шоу, которое пережило свой срок годности, но его продолжали снимать. Особенно учитывая частые изменения в актерском составе, что сильно влияет на качество. Что касается ощущения финала, то да, оно действительно было. Особенно учитывая закрытие школы, гибель и уход некоторых персонажей. Но я бы не сказал, что финал вызвал сильные эмоции. Думаю, это был естественный момент для завершения. Усталость зрителей, авторов и даже сюжета. Сериал достиг своего предела возможностей. Так что Элита была приятна для просмотра. Но некогда элитное шоу превратилось в тень былого. Я бы не рекомендовал поздние сезоны, но финал был интересен догадками об убийце Джоэла. Вот и все. Объяснение концовки восьмого сезона Элиты.